Да ты ведьма! Если про вас так говорят, если вы едите после шести и не толстеете, если вы обожаете чёрных котов, если вы обожаете чёрный юмор, если вы обожаете длинную метлу и остроконечную шляпу, то колода Everyday Witch явно будет для вас. Делаем обзор на эту колоду. С вами я, ваша детская кодолка. Ну и моя помощница. Вот такая. Итак, вот такая колода. Вышла она совсем недавно, в этом 2017 году. Автор Дебора Блейк, Everyday Witch. Ну, вы простите мне за моё произношение. Я над ним сейчас усиленно работаю. Колода ещё абсолютно целомудрена и невинна в плёночке. Сейчас будем её открывать. Надо сказать, что я люблю такого типа колоды. Почему? Потому что они обычно хорошо показывают не вопросы, кем вы были в позапрошлой жизни, и в какое дерево вы переродились пять веков назад, а на конкретные бытовые вопросы. Всё то, что нам нужно знать каждый день. То есть, видимо, день за днём. Everyday. То есть, то, чем мы живём, чем мы дышим, занимаемся какими-то своими бытовыми вещами, и это не делает эту колоду более... Ну, будем так говорить. Нет, я всё-таки возьму маникюрные ножницы. Не хочу этими ножницами испытывать судьбу. То есть, показывать тонкие-тонкие-тонкие моменты, при этом нет каких-то ненужных чересчур, как я называю, шизотерических вещей, я надеюсь. И вот мне очень бы хотелось, чтобы эта колода не была уж сильно похожа на зелёную ведьму и на миловидных ведьм, потому что по ведьмам колоды не делал только ленивый. Есть ведьмы Фергуссона, есть Элен Дуген или Дюган ведьмы тоже. Соответственно, мне бы не хотелось, чтобы они были похожи. Конечно, многие арканы, особенно в последнее время, стали похожи. Ох, я это сделала. Особенно восьмёрка жезлов у многих карт стала похожа в последнее время. Да, вот эти вот стрелы высоко летящие. Но я хочу... Что я хочу здесь получить? Хочу яркое изображение получить, неплохое качество бумаги, а оу-левелин не всегда хорошо с этим, в отличие от юзгейма, да. И я хочу вообще концепцию посмотреть. Вот что туда Дебора Блейк вложила. Ну, давайте смотреть вместе со мной. Надеюсь, будет нам интересно. Так, шкатулка. Такие шкатулка. Это для меня Гуд с магнитной вот этой вот лентой, да. Отлично. Вот так она выглядит. Жёлтая вот такая вот обивка. Неплохо. Язычок, чтобы достать книгу. Тоже неплохо. Книга довольно-таки увесистая. Есть что переводить. И что самое приятное, здесь цветные картинки. Люди, они это сделали. Глянцевая бумага. Цветные качественные картинки. Мне это очень нравится. Текста не так много, но есть вот здесь для заметок место. Тоже неплохо, да. Вот своя книга теней. Такая небольшая может быть. Вписана сюда. Какие-то заметки по колоде. Нравится мне очень, что цветные картинки. Безумно нравится. Несмотря на то, что мягкая обложка, ну, вот так вот завершается книга. Причём написано, что отпечатана в Китае. Принт от Инзичина, хочу заметить. Так, смотрим. Та-дам! А здесь нас ждёт ещё одна плёночка. И вот такой вот шкодный котик в шляпе и с таким помелом или метлой. Ну, давайте открывать. Хорошо, что я этот косметический инструмент далеко не убирала. Так, ать! Давайте смотреть. Причём колода ко мне приехала почти две недели назад. Но абсолютно вот не было желания у меня её открывать. Я не знаю, почему сегодня появилась. И что самое странное, этот первый день, вот когда я её открыла, совпал с моим личным биологическим женским календарём. Извиняюсь за подробности, но для меня это странно. Почему-то сегодня мне захотелось её открыть. Значит, вот так выглядит шут. Довольно-таки смело. Довольно-таки сексуально, я бы сказала, это выглядит. Нравится, что там есть корабль, который может спасти нашу ведьму. Нравятся птицы. Нравится то, что птицы находятся в паре. Нравятся тучи в форме. Угадывается также мне на, например, птицу похоже. И в целом она уверенно идёт с кулаками вверх. Вот такая вот карта. Неплохо сделана. Неплохо. Рубашка в жизни более тёмно-синяя, чем вот здесь, потому что у меня ещё софтбокс немножко высветляет. Вот так выглядит мах. Давайте посмотрим. Ну, лименискат тут несколько или что-то подобное на лименискату. Кот сидит послушно. А здесь тоже кот есть, только его не сразу я увидела. Вот он привязался. То есть здесь спутник-кот на всех, на всех картах. Здесь тоже кот помогает трактовать руны. И расклад. И шар. И две колонны, две свечи. Очень символично. Мне нравится эта тематика. То есть ведьма истинная должна обладать знаниями, должна работать и со светлыми силами, и с тёмными. Соответственно, одна свеча светлая, одна тёмная. И колонны, посмотрите, на противоположной колонне противоположного цвета свеча. Замечательно сделана. Ну, вот такая императрица с котом и уже собачкой присоединившейся. Не нравится мне, что она не босиком, а вот в этих вот тапочках. Знаете, раньше такие тапочки бабушки плели из ниток или из солом. Мне бы хотелось, чтобы она была босая, ближе к природе. Ну, это лично вот моё такое восприятие. Вот так выглядит император. Вот такой здесь рогатый бог, пан с вот этими вот рогами, со своими доспехами, с собакой. Ну и кот тоже на коленях у него есть. Вот так выглядит император. Император Иерофант, извиняюсь, занимается йогой. С молодыми переемниками. Вот так выглядят влюблённые. Причём влюблённые коты также имеют свою пару. Здесь выбора нет. Здесь каждый наблюдает за обрядом. За таинственным обрядом. Вот так выглядит колесница. Замечательнейшая. Посмотрите. Вот такой этот способ, эта дорога и этот. Эта дорога. То есть две разные дороги. Куда поехать? Кто за кем подастся искушению? Вот такая карта колесница. Колесница. Ну, по сути, вот две дороги, два выбора. Это похоже отсылка к влюблённым, на мой взгляд. Потому что можно по этой дороге. Направо пойдёшь, налево пойдёшь. Вот такая карта сила. И также котик несменно остаётся. Обратите внимание. Вот такая вот карта. Отшельник. То есть здесь отшельник в релаксе. Греется у костра. Совушка неподалёку. Ну и кот. Я думала, это белка. Нет, это не белка. То есть тут я не вижу здесь какого-то постижения мудрости. Я вижу, что здесь человек, который сделал привал, сидит и оболчает удовольствие. Правда? Правда. Вот такое колесо фортуны. Мне нравится оно. Вот тут есть некая такая игривость, лёгкая сексуальность. Но она более взрослая, чем миловидные ведьмы. Миловидных ведьм я люблю. Правосудие. Вот такое с двумя котами. Чёрный и светлый. И у девушки повязка, но она всё равно немножко видит. Всё равно вот этот глаз как бы подглядывает. И это интересно. Вот в этом есть свой перчик. Вот такой вот повешенный. Посмотрите, как интересно сделан. Причём висит на метле. Ей отрезали крылья тем, что её подвесили на её же транспорте. Вот такая карта смерть. Посмотрите. Карта без лошади. Очень интересно. Сзади есть вот эти две двери. То есть неизвестно, что будет дальше с человеком или с персонажем. И вот здесь на стражу чёрный кот. Вот такая карта умеренность. Тоже мне очень нравится. Нравится даже то, что один глаз. Вот художник играет с глазами. Посмотрите. Там немножко глаз. Подглядывает на правосудие. Здесь вот на умеренности. Тоже интересно сделано. И посмотрите, какие пирожные и чизкейки стоят. А девушка наша их не ест. То есть умеренность ещё и в этом. Вот именно день за днём. Дьявол вот такой вот. То есть искушает. Мне вспомнился фильм. Помните? Бриллиантовая рука. Детям мороженое, её бабе цветы. Так вот тут парню деньги. Девушке почему-то мороженое предлагает. Ну и кот что-то тоже хочет получить. И один и второй свою какую-то порцию искушения. Вот так выглядит башня. И есть такая мысль, что наша главная героиня к этому приложила руку. И башня по её, что называется, инициативе утратила былой вид. Вот так выглядит карта звезда. Вот с золотой рыбкой, с котом неизменным. Ну, мне не очень эта карта нравится, как сделали. Очень нравится карта луна. То есть кот маленький, он себе кажется большим. Всё искажено. Красивая карта. Действительно красивая. Солнце. Солнце я очень люблю карту. Ну, веселятся подружки. Но если бы я не знала, что это солнце, я бы могла бы что-то и тройка кубков. Вот убрать солнце, да, в принципе, похоже на троечку кубков. Вот так выглядит карта суд. Вот так вот, с нотами, с трубой. Очень интересно, стильно, на мой взгляд. Вот так выглядит карта мир. Вот так выглядит карта. Уже мечи пошли. Ну, мир вот такой вот. У неё домик, отдых, коктейль, кот. Всё как положено. Вот масть мечей. Девочка с мечом. Ну, стихии всё тут классические. Это меня радует. Вот так выглядит двойка мечей. Нестандартно. Мне нравится эта карта. То есть, один меч уже у цели. Дело за вторым. Тройка мечей. Вот так выглядит. Причём мы не видим, где сам персонаж. Мы видим дождь за окном. Мы видим сердце израненное в виде конфет или коробочки от конфет. Очень всё интересные. Нюансы, нюансы, нюансы. Постель. Вот такая одинарная, да. То есть, человек одинокий. Недвойная постель. Мы видим журнал какой-то. Вот реально, ну, интересный. Свои тайны, свои секреты. Такая же постель здесь. Мы видим на четвёрке мечей. Нравится паутина. Показывает, что нашу героиню давно никто не проведывал, не заходил. Очень тоже интересно всё сделано. И кот рядом спит. Спутник. Пятёрка мечей. Вот такая. То есть, некая варят зелья. Причём экспериментатор одна. Одна ведьма боится. Одна сомневается. Ну, интересно. Шестёрка мечей. Вот такая. А, тут почему-то в шестёрке мечей есть и уход. И она мне лично напоминает чем-то даже семёрку мечей. И здесь вот время года больше к осенью. Вы видите, листья вот эти вот получается уже падают красные. Причём уход ночью куда-то. Ну, а семёрка мечей. Шестёрка и семёрка мечей здесь похожи. В принципе. Вот если бы я не знала, я бы могла подумать, что это семёрка мечей. Если бы только один персонаж был. Согласитесь, похоже. Восьмёрка мечей вот такая. Взяли в плен нашу девочку, красавицу, нашу ведьмочку. Девятка мечей. Цветопередача здесь исключительно. Красивая колода. По картону, ну, люди, танковат. Танковат. И как бы у Левелина это всегда. Гибкие, тонкие карты. Вот когда такие карты в книжном клубе, конечно, здесь нет таких засечек, да. Но, тем не менее, вот недалеко ушло качество, честно скажу. Десятка мечей вот такая. Ну, нет крови. И хорошо. Есть кот. Кот ещё что-то ухватил. А, за ногу укусил того, кто это сделал. Кот схватил. Ворон наблюдатель. Паш мечей вот такой. Рыцарь мечей сражается. Королева мечей. С белой кошкой. Как ни странно, в годах изобразили очень грамотно. Седовласую очень правильно, на мой взгляд. Король мечей. С огромной библиотекой за спиной. И также белым котом. Туз кубков пошёл. Вот такая вот дама-блондинка. Двойка кубков. И два котика с рыбкой. Романтично так нравится мне. Тройка кубков. То есть, по сути, кроме метлы и котов, и шляп колдовских, мало что отличает эту колоду от обычного райдера. Ну, в принципе. Четвёрка кубков вот такая. Пятёрка кубков. Льёт вино, делает обряд прямо в океан. Интересная пятёрка кубков. Мне нравится. Нет в ней такой уж прям горечи. Есть нежелание сделать из лимона лимонад. Из винограда в вино. То есть, интересная мысль. Посмотрите. Она выливает, отдаёт в воде. Но у неё ещё куча всего припасено. Для пикника, скорее всего. Шестёрка кубков. Вот такая. И неизменных два кота. Тут ещё и кувшинки, и пруд маленький. Семёрка кубков. Эта карта похожа на подобную карту. В Паган Таро. Таро Чёрной и Белой Магии. Есть подобная карта. Когда ты выбираешь, смотришь, что тебе выбрать. Правда? Вы вспомнили её все. Восьмёрка кубков. Вот такая. Ну, уход с тяжёлым сердцем. Девятка кубков с крабом и котом. Релакс. Но мне для девятки кубков это очень спокойная карта. Это исполнение желания. Это сбыча всех мечт. Она тут спокойно сидит в медитативной форме. Вообще, калут для меня как бы спокойная по энергетике. Десятка кубков. Но я искушённый человек эмоционально. Я люблю яркие, острые эмоции. Паш кубков. Вот такой. Рыцарь кубков. Причём здесь как бы не акула плыла внизу. Но я надеюсь, что это не акула. Посмотрите, какая карта. Королева кубков. С раковиной такой. Тоже уже в положении. И это хорошо, это правильно. Король кубков. Туз Жезлов. Вот такая девочка. Тут девочка. Двойка Жезлов. Тройка Жезлов. Четвёрка Жезлов. Вот такая праздничная. Пятёрка. Шестёрка. Красивая очень. Женщина подарила пожилой даме розу. Мне нравится такой ход. Семёрка. Сражается с котом. Ну, классик. Да, Райдер. Восьмёрка Жезлов. Ну, тут поинтереснее придумали. Тут они хотя бы в воздухе. И она их направляет. Да. Вот такая девятка Жезлов. Уже и без шляпы. Уже и подбитая. Но всё равно геройски стоит. Ну, а кот сверху помогает, контролирует её удары волшебной палочкой. Десятка Жезлов несут метёлки. Тоже классная, интересная идея. Паз Жезлов. Причём Паз Жезлов с таким вот этим мешочком котомкой, как шут, в принципе, могло быть потенциально. Саламандра есть. Вот такой рыцарь Жезлов. И тоже неизменно кот. Хочет шкодить сзади. Ещё и дракон здесь. Вдалеке. На горе сидит. Интересно. Вот здесь на королеве Жезлов её. Хамильяр. Её тотем. Дракон. Посмотрите. Большой какой. Такой огнедышащий, замечательный. Король Жезлов изучает страны берега, обучает кота, путешествовать хочет. Им не сидится на месте, этому королю Жезлов. Вот такой туз Пентакли. Даже у кота золотая мисочка. Вот такая двойка Пентакли. Это игра. Ну, жонглирование. Классика. Вот такая троечка Пентакли. Четвёрка на сундуке с деньгами сидит на богатствах, но в заточении. Пятёрка Пентакли. Ну, классика зима. Холод идут. Ну, по кошачьим следам. То есть, в принципе, уже по чьей-то более проторенному пути они идут. То есть, надеются на кота. Тренируются на кошках. Шестёрка Пентакли. Вот такая милая. Помогают всем. Каждый получает свою порцию тепла, забот. Семёрка Пентакли. Классика классикой. Восьмёрка Пентакли. Труд. Трудится и кот, и наша ведьма. Девятка Пентакли. Девятка Пентакли. Десятка Пентакли. Вот такая. Как вам десятка Пентакли. Вот такой Паш Пентакли. Денежку подбрасывает, кстати. Вот. Рыцарь Пентакли. Королева Пентакли. Тут не только один кот. А тут, посмотрите, котят сколько. Тоже дама в годах. Строгая. Стройная. Но у меня тоже Королева Пентакли более пышная могла бы быть, на мой взгляд. По телосложению. Да, и более смуглая, может быть. Но интересные нюансы. Здесь много котят. И Король Пентакли у него. Собака. Бык. Традиционно. С тортиком и с вином. С хорошей закуской. Ну, вот такая вот колода. Пока это было знакомство. Это было ревью. Напишите все, что вы думаете об этом. Напишите, понравился ли вам обзор. Хотите ли вы новые обзоры. Хотите ли вы перевод этой книги. Стоит ли ее переводить. И будете ли вы эту колоду покупать. С вами была я, Элитка Гадалка. Канал Ироничная Таро. И вот такая колода. Ведьма день за днем. От Деборы Блейк. И карта на обложке именно СУП. В данном случае. Всем всего самого доброго. Я желаю вам волшебства в каждом вашем дне. И до встречи. Пока.